смотровая площадочка ну как бы имеет два названия все ее называют в честь этого пика пико въеху и даже на карте google по моему она там обозначена как пико въеху а официальное все таки название лаз на рис из дельтейда поэтому если я в каких-то роликах его называю смотровая площадка пику въеху переводе с испанского старый пик ну и буду все-таки два названия чтобы никто меня не обвинил то что я это официальная таскать не упоминаю и так два слова про этот вулкан вот предыдущих роликах говорил если кто уже слышал я повторюсь для для новых моих зрителей и так когда ствол кратера забит вот на схеме по ствол кратер эту центральная часть то есть предыдущая магма лава застыла забил этот ствол кратера и новое при новом извержении вулкана новая магма не может пробить как вот эту пробку в шампанском в ствол кратера вот ищет более слабые места соответственно в данном случае вот на схеме вот здесь вот боковой кратер находит слабые места пробивает его я как бы образуется новый кратер и так 1798 год 92 дня ну толчками ни одного не постоянно вот ну против по просто протяженности по продолжительность точнее сказать это 92 дня было но достаточно много лавы вот этой черной излилось мы будем проезжать участок но я буду за рулем снимать не смогу от на схеме я покажу это да это как раз участок черная лава по испанский лава снегрос 5 квадратных километров 1792 год полтора километра вулканическая вот это облака вулканический пепел и в том числе вулканические бомбы вот ну давайте поближе покажу или вот здесь но размером примерно футбольный мяч побольше тоже с большой скоростью при вот этих толчках когда вот под большим вот давлением тоже угроза угроза вот кроме вулканические газы я на первое место при угрозе ставлю как бы вот анализируя все весь материал который изучал то вот это вулканический газ там тысячи градусов бывает вот это наиболее опасность для человека в том числе вулканические бомбы как-то я смотрел роли какой-то смелый такой оператор снимал извержение вулкана и вот такая каменюка практически впечатление что летит в объектив так что ну пролетел мимо слава богу вот вулканические газы тоже в на одном из роликов которые в интернете смотрел экипаж полностью вертолета и с оператором и с членами экипажа вертолета погиб упал в жерло вулкана то есть наверно какой-то отважный оператор ближе ближе просил может быть какой-то толщок или они не подрасчитали вот эти газы которые выходили вот и погибли люди погиб вот этот вертолет при съемках извержение вулкана вот ну вулканический пепел понятно опасен сама лава ну зависимости от на на своих каких-то конкретных случаев так для самостоятельных туристов тоже совет когда на тейду обязательно взять с собой теплую одежду вот особенно когда будет какой-то ветерок с этой смотровой площадке хорошо видно хороший красивый панорамный вид на остров лагомера и в хорошую погоду редко бывает левее маленький островок и элиеры я как-то уже о нем говорил мне очень он нравился так мы находимся при въезде в каньядос дельтейде каньядос или по-русски кальдера кто-то сравнивает с кратером но специалисты конечно будут против такой вот вольности вот кто-то сравнивает с амфитеатром огромным вот все эти и как бы такие поэтические названия верно как это происходило на самом деле несколько миллионов лет назад по расчетам ученых в центре этого национального парка в центре вот этой кальдеры возвышался огромный вулкан 7000 7500 высотой за многие столетия тысячелетия стенки стали тонкие осыпались вовнутрь и получился такой вот огромный кто-то хочет кратер но все-таки будем называть как его правильно каньядос по испански кальдера по русски и так 17 километров диаметре второй по величине по размеру в мире первый находится в африке государство танзания 26 километров мы сегодня по диагонали проедем вот как туристы решат или на северо-восточную дорогу либо на северо-западную там уже по настроению будет уже видно так канарская сосна вот на трога где-то мы говорили про эти дождевые облака где-то они достигают где-то видите какая-то влага для них здесь присутствует вот но туда дальше уже только как какой-то небольшой кустарник который вот здесь вот выжил или может выживать в этой как ни странно здесь водятся кролики в сентябре как бы сезон открытой охоты собаками вот но это очень надо любить этот вид охоты чтобы специальную породу здесь вот канарская похоже на русскую борзу вот ну вот я видел свору вот этих своих собак участники вот эти охотники это надо целый год кормить они хоть и поджары но наверняка как бы за целый год там но к численность от пяти я видел ну до 10 до 12 это у одного что как правило они едут там двумя-тремя машинами вот иногда вижу что эти собачки бедные вот заиграются азартно на охотничьи у них крови вот и они стоят от сворона на хозяин конечно их и ждал и искал и потом уже через несколько дней я вижу вот она идет по дороге бедно она и так по природе худая и вот ноет с голода тем более едем дальше азартно 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 а